Нижневартовская окружная клиническая больница получила знак качества «Лучшее детям». Право на его использование предоставляют на два года. Участников добровольной системы сертификации оценивают в первую очередь с точки зрения безопасности и надежности услуг. Инициатор конкурса – общественная палата России. Отмечу, больница получает этот знак уже в третий раз. Что помогает медицинскому учреждению удерживать высокую планку много лет, расскажет Елена Составова. Самое страшное позади, но Анастасия Арзеева едва сдерживает слезы. Понять можно. Ее дочь, 7-месячная Аделина, перенесла сложную операцию. Во время беременности на УЗИ врачи увидели у плода темное пятнышко, которое их встревожило. После родов девочку обследовали и обнаружили патологию. Операция была очень долгая. Спасибо большое Владиславу Владимировичу, потому что он нам объяснил, что будет очень сложно, нужно будет ждать три часа. Объяснил, что там все органы взаимодействуют. В момент операции выяснилось, что у нас два порога. Вот. Все успешно, все хорошо. Аделину спасали врачи сразу нескольких специализаций. Функционалисты поставили правильный диагноз, хирурги успешно провели операцию. Анестезиологи и реаниматологи помогли ребенку восстановиться после оперативного вмешательства. За каждым выздоровлением стоит работа всего коллектива больницы. Работу усложняет то, что в половине случаев на операционном столе оказываются дети младенческого возраста. Редко достаточно заболевание, недоразвитие одной части легкого, то есть там нет бронхов и некуда секрету из-за львео выделяться. И эта патология, она встречается, ну, крайне редко, где-то всего лишь 0,05 на тысячу. Нам удалось выполнить данную операцию этому ребенку эндоскопическим, то есть способом, то есть без больших разрезов. И, соответственно, в послеоперационном периоде у него не было такой тяжелой болевой травмы. Он достаточно быстро восстановился. Неврологическое отделение самое большое в больнице. Это единственное подразделение в Югре, которое оказывает помощь по профилю детской неврологии. В год здесь проходят лечение полторы тысячи детей из разных уголков Югры. Помогают неврологам рентгенологи, психологи и даже логопеды. С прошлого года в отделении начали лечить детей со сложным диагнозом – спинально-мышечная атрофия. Это тяжелое генетическое, аутосомно-ритиссивное нервномышечное заболевание, которое характеризуется нарастающим вялым параличом мышечной атрофии. У нас проводится эндротекальное введение препарата «Нусерденсен спинраза», который улучшает также качество этих детей жизни, дает им возможность вести полноценную жизнь. В больнице трудится 165 врачей по 36 специальностям. Учреждение охватывает практически все направления педиатрии. Здесь собрали мощную технологическую базу. Кроме того, квалификация самих медиков на высоте. А потому врачи берутся за самые сложные недуги. У нас уже есть преемственность в нашем учреждении, есть достаточно зрелые, опытные специалисты, есть специалисты, которые выросли именно в стенах нашего учреждения. И это по всем профилям. Особенно характерно это, конечно, по хирургическому профилю. Допустим, у нас до сих пор работает главный хирург детский автономного округа Сергей Петрович Левочкин, самый заслуженный наш специалист в области хирургии. Он в достойном возрасте, но продолжает оперировать, продолжает обучать наших докторов. Больницу признали лучшей в номинации «Медицинские услуги» в амбулаторных и стационарных условиях. Кстати, учреждение получает знак качества «Лучшее детям» уже в третий раз. Присуждается он на два года. Затем больница снова сможет претендовать на его получение, то есть участвовать в конкурсе со своими лучшими достижениями.